На библейский портал Экзегет поступают вопросы, и мы пытаемся на них ответить. Спрашивают ли бесы у Бога разрешение на искушение людей? Очень интересный вопрос. Чтобы на него ответить, естественно, мы с вами должны обратиться к Священному Писанию, как в общем-то и в любом случае разрешение недоуменных вопросов или каких-либо жизненных обстоятельств. Священное Писание ответит нам абсолютно на все. А для ответа на наш с вами вопрос давайте мы с вами откроем книгу Иова с 9 по 12 стих. Прочитаем с вами. «И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел Сатана от лица Господня». Здесь мы с вами видим, дорогие братья и сестры, что Сатана не может вредить напрямую Иову. Если бы он мог это сделать, естественно бы, он поспешил бы для того, чтобы всячески его оградить от действия божественной благодати, всячески, чтобы его укорить, всячески, чтобы ему нанести какой-либо урон. И вот Господь, слушая эту речь со стороны Сатаны, он повелевает Сатане, то есть дает разрешение, чтобы Сатана мог сделать с Иовом со всем его имением, все, что его там окружает, все, что ему принадлежит, Иову принадлежит, все, что угодно, только чтобы Иова, в общем-то, не трогал. В каком плане не трогал Иову? Мы знаем, что Иов, действие Сатаны на Иов было таково, что Иов лишился всего имения своего. Все дети у него умерли. Жена стала его, в общем-то, просить, чтобы он похулил Господа, то есть она перестала быть его единомышленницей. Мало того, Иов покрылся струпьями, его, видно, одолела проказа, которая причиняла ему большие страдания. А Господь говорит, что только Иову, раба моего, не трогай. Не трогай его сердце, не трогай его душу. Вот здесь о чем идет речь. И, значит, Сатана не может ничего делать без повеления Божия. Давайте обратимся и к Новому Завету. В Новом Завете посмотрим, что говорится по данному вопросу. Откроем с вами Евангелие от Матфея. Откроем восьмую главу, где Господь изгоняет бесов в стороне Гиргесинской. Вот что здесь мы с вами можем прочитать. Вы помните прекрасный этот сюжет. И вот тридцать первый стих. Восьмая глава Евангелия от Матфея. И бесы просили Его, то есть Иисуса Христа, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Выгонишь нас из тех бесноватых, гадаринских бесноватых, которые, в общем-то, причиняли неудобства местным жителям, да и сами, в общем-то, страдали от этого много. Но бесы говорили, что если ты нас выгонишь, а это значит, что, опять же, они ничего не могут делать без попустительства Божия, которое происходит над человеком для пользы человека. Странно, да, звучит? Но вера, наше с вами исповедание, оно полно таких постулатов, которые мы сразу с вами принять не можем, а можем только на веру принять то или иное утверждение, которое говорится в Священном Писании или которое мы читаем в толковании на Священное Писание у святых отцов Церкви. Так вот, здесь напрямую сказано о том, что бесы тоже повинуются Христу. И все наши с вами испытания страдания, они, естественно, от лукавого, но направлены на наше с вами изменение, преображение и, в конечном итоге, воскрешение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok